так что тут происходит что-то кто-то разлил черное чё-то значит так снял бампер peugeot вот он по причине чего да 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 это тот пишет самый peugeot который вот он так прикольно покрашен в общем вот он на отблеск отблеска нет на отблеск так в общем здесь вот расхерачена вся решетка здесь вообще частично отсутствие то там вот пошла в общем надо решетку купить пока бампер снят и будем разбираться сейчас здесь вот видно да и нету этого самого отсоса который прыскает на лобовое стекло водичкой значит он просто не работает попутно попутно не работали почему-то против туманки в бампере я их поменял пока я их снял потому что машина сейчас без бампера уедет а если она будет ехать они так вот будут болтаться то лампочки разобьются так вот эти вот кстати два я так понял один идет на заднее стекло 2 на передние вот здесь такие красивые у меня колпаки вот смотри какой давид у машины уже значит я подкрасил диски в общем вот если как бы подкрашенный диск вот вот так вот он смотрится а с колпаком он смотрится вообще прикольно да конец насчет колпаки как-то вроде колпаки от пижону как-то не к пижоне идут так вот еще один колпачок так здесь все на месте уже спорно раз ты будет разобраться сейчас пока машина стоит у меня здесь я буду сейчас полировать уже вот эту сторону та сторона левая отполирована вся вот буду полировать заодно вот эту фару а вот че еще машина ездит а в общем стал у меня значок точнее сам значок вот он новый красавчик пиугиот 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 не криво приклеил нет мне кажется я ровно приклеил ровно вот надо будет купить этот самый потому что он от снега видать так вот стоял машина стояла под снегом снег навалился он хрустнул 10 в этом месте он просто разломался так салон как видим уже собран чистый поблескивает все красавчик такие вот это я все равно забыл на данный на данный момент такие изменения по машине вот такая дикая шагрин птицы обосрали ну и сказать стоять сейчас колпак поставлю в общем здесь капот еще раз отполирован он пока где это самый в голограмме я ее не убираю потому что вот так вот и можно убрать и не будет эта сторона вся готова отполирована частично крыша отполирована то есть я все-таки решился и переполировал точнее как решился и просто всего так и замотил и заполировал по двойке значит руль поправил как надо честно единственный штук вверх ногами потому что я всегда заезжал колеса повернуты с щитками приборов значит будем выявлять кто виновен кто не виновен пока щиток вытащил наполовину проедусь на ходу посмотрю другой что поставлю исключу сам щиток то есть ну понятно да собрано собрано стеклоподъемник поставил стеклоподъемник поставил там собрано здесь эта штучка лежит вот туда надо поставить там она уже стоит здесь пока что еще руки не дошли так 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 что еще если чё на сегодня нам надо а ну в общем вот я подразобрался подразобрался с дверями как бы вот они теперь нормально здесь надо будет поставить эту самую штучку дрючку начал я подчищать ой 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 капает промавилил капот сегодня там видно да наверное начал я заниматься вычищая вычищанием вычищением но сейчас только что умыл мотор конечно это все так грязно некрасиво тут надо все будет красить вот надо бы сейчас убрать вот эту вот то тут выкинуть все так более-менее поотмывал там лишь частично краска сошла здесь все промыл значит бензином и кисточкой точнее кисточкой бензином головка смотри какая красивая да вообще красавец то есть так более-менее редуктор отмыл частично отмыл блок ну точнее как частично я его отмыл он блестит смотря какой на частичного уже заржавел там чуть-чуть подмыл там ну как бы так вот надо еще конечно ее хорошенечко муть у меня керхер сдох и это печально здесь упомянул все в общем так более-менее настало все эти хомутики поставил дворники отрегулировал болты какие надо поставил их надо будет подкрасить в общем идет работа медленно 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 что-то я там еще в основном я говорю я увлекался полировкой много всего сделано блестит лишь как все работа идет делаем опять по несколько машин как-то так пошли ладно колпаки ставить и начинаем полировать сегодня надо хотя бы сделать я что я краску разве стал этот самый фен передвигать там баночка стояла с краской глюнителем зацепил я себя на каждый день делаю установку тоже да ну конечно я все это хорошенечко отмою когда будет снят мотор у меня не каждый день себе делаю установку антоха говорю давай хоть что-нибудь хоть что-нибудь и каждый день я вот вчера на европа вчера я дверьки две дверьки с той стороны полирнул фонарь на место вернул потом я вчера я конечно хорошо полирнул я вчера капот вот это вот это дверь крыло частично крышу прошел то есть вот сегодня я поставлю установку надо бить крышу наверное наверное добью и сегодня вот она здесь такая матовая здесь я прошел двумя номерами точнее не двумя номерами а до двумя номерами но одним жестким валиком так более действенно так по задней части ничего пока что нового нету в общем так вот она стать по поводу коррозии вот смотри если обратить внимание вот она прям она прям пропиталась смотри вот она прямо так вот насквозь оттуда пришло сюда вот она под капелька даже здесь висит масле маслянистая капелька вот как говоришь кайфово здесь везде так брызговички стоят ничего интересного нету так что вот как то так уже идут процессы процессы улучшайзинга то есть такого прям так вот все четенько чтобы было так что дела идут промывается везде все вымывается вот эти места и все потом надо будет их еще хорошенечко помыть сначала так сказать черновая ему помывка потом уже более чистова идет ну и так далее так что машина есть бамперище тут пижошка на улице сегодня что-то тепло так нормально прям даже он с дверью открытой работой единственное конечно мне тут еще воняло не здесь вообще сегодня кайфово так погода тачки были красил 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 то есть это все что я красил белый красил черный красил нахренеть заходим сюда здесь тоже красил 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 все короче антоха перекрасил все ладно так начал делать после месяца пребывания автомобиля на ремонте по мотору подвески балки тормозной системе смотри что получилось значит по подвески здесь у нас новые значит рычаги с новыми сайлин блогами новые тормозные шланги нижний рычаг тоже новый пораженный амортизатор остались старые здесь у нас так колодочки новые так по этой стороне у нас что еще она сама балка да вот видно вот блять сайлин блоки я хренею смотри и уже в трещинах новый ну не знаю в этом я наверное не понимаю ни черта так по этой стороне у нас здесь остались старые сайлин блоки шаровые новые наконечники поддон новые наконечники старые в общем вот так вот здесь у нас вчера блин тут и заливалась и зарыгалась вот помпа гляжу новая синоксовская что-то тут вокруг нее течет растекается так здесь что-то как-то непонятно так патрубки новые новое здесь у нас новая масса новая минусовая клемма так новая плюсовая клемма маятник новый что-то тут все равно сочится с этого самого стартер не трогали сайл какой маленький да ну в общем вот такая вот красота на данный момент правда я вчера заезжал и тут чё тут ручник что-то отвалился немножко так здесь похоже поменена скорее всего она поменена или так запотевает но она запотевает не в эту сторону на сторону этого самого туда назад запотевать должна по идее бак снимали бак снимали новые хомуты стоят хер потрескавшийся новый вот этот вот стоит в общем дела двигались видно как он зацепляется за раму ладно чем я сейчас под уже забабахал вот эту сторону под восьми соточку по пункту щиток разбираю от нашей двойки сейчас покажу что сделалось еще интересно вот надо сход развал дел потому что с колесами какая-то беда полная хрень здесь тоже правда мне тут уже немножко попортили вот здесь что-то продырявили здесь что-то погнули надо будет дело час лобовушку снимаю сейчас я приготовился вытащил эту самую замок и готов снимать лобаж потому что здесь вот ржавеет в этих местах надо будет смотреть ржавеет здесь там где-то ржавеет и ржавеет вот здесь вот как-то так можем по вашему желанию заглянуть задний левый порог так вот здесь кто-то стыбрил смотри как тут все устроено наварено латочка отсюда похоже откуда идет лишь как все ржал ржава вот это заржавеет после следующей зимы так что обязательно порог заливать здесь одно удовольствие заливать конечно вот так что так вот тут тоже новый шланг патрубок точнее центровой резина так себе амортизаторы остались прежние надо здесь скорее всего поменяла крестовина я просто не знаю по поводу крестовины ничего и здесь все равно как-то блин странно здесь от такое ощущение что отчеты здесь отталкивались что то листательные работы были здесь что-то блин какие-то трещины ну фиг знает ладно здесь не нравится что слишком близко к кузову точнее она просто по ему трется это следы от этого удара ну и колеса да вот как тут они стоят вообще никак это повернуто налево да это тоже будет повернуть налево ну ладно все продолжаем дальше движение по двойке пока что по мелочи накинул помыл сейчас рулюшку поменяю не хочу отчать минуту на выбор еще четыре штуки начал разбираться малашкой так что здесь еще интересного там все промыл хорошенечко вот этот этот эту штучку поставил с той стороны так теперь здесь у меня стоит защелкивается и вот эту штуку тоже поставил который прикрывает торсионы что здесь всякого хлама все меньше и меньше становится багажник у нас закрывается вот все хорошо не открывается здесь он четенько стоит здесь также четенько стоит также как на той новой машине которая была из сокольник в этом специально снимал здесь можно сказать даже лучше так что вот так вот так 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 все отполировано осталось только мне на сегодня крышу и так вот бегло багажник с задними с одной и задней стойкой и я на сегодня закончу с полировкой в целом по этой машине в принципе мне останется там так вот здесь промыть там ну так все аккуратненько все десять разы мобильная показывала но блин он тут везде истекает так то так пижо уехал оставил один бампер свой еще принесли от логана эту штуку вот сказали покрасить я ее крашу так а тем временем чем я тут занимаюсь эти штучки всякие эти самые с поворотником прочие окошечки тут где-то даже был с поворотником вот видишь да с поворотником все отмыл очистил щиток весь перебрал теперь он абсолютно как новый как бы здесь он полностью разбирается с него снимается стекло с него снимается вот это вот кантик хромированный металлизированный металлический вот сюда стеклышки вставляются аккуратно их можно вытащить спокойно так же аккуратно если не получится можно потом подклеить аккуратно вот это все размест снимал разбирал подкрашивал вот здесь вот значит что у нас это родной щиток приборов его надо чуть-чуть почистить потому что пыль внутри вот смотри даже здесь проклеен полностью вот он значит у нас в венгрии венгерский не видно вот хамбери у него почему-то не работает спидометр будем разбираться конечно лампочки все него светит не знаю смогу его разобрать надо будет посмотреть пойму ли я как бы в этом что-то по состоянии он сами видите он неплохом состоянии с двойки с моей надо будет завтра разобраться спидометром и можно будет собирать и ставить это в принципе последний из того что сделано по машине точнее практически по мелочи осталось значит вот здесь вот у меня лежат сигнал заднего хода он номер первый модель жигули идет вот он сделан ссср но на двойку он как бы не буду его ставить потому что во первых там нет креплений отверстия даже нету вот потом значит такие поворотники троечные целая куча пыльный правда есть бэушные есть нет есть вот такие еще значит сделал на ссср абсолютно новые вот все правда в пыли достались буду ставить себе на двойку также и нужно будет установить разобраться крепление аккумулятора и в принципе все будет готово то есть мне нужно крепление аккумулятора щиток приборов и вот эти штуки то есть мне нужно три вещи доделать и будет все я думаю окей так вот я и открасил все одинаково одинаково все уже высохло понедельничек буду полировать а тем временем погода какая-то нереальная что-то блин сейчас снег пошел чего там происходит вообще не знаю наша задача наша задача наша задача вот это не придешь наша задача будет заключаться в том чтобы в общем смотри на данный момент я привел в порядочек вот эту вот конструкцию немножко неправильно еще не разобрался надо будет посмотреть картинки веселой как это все выглядит по крайней мере с этим проводом разобрался я считаю что у меня тут проблема билет из-за этого провода он держался на двух волосинках там из там грубо говоря с 10 пока не снял крышку трамблера не пошелил провод не потрогал контакты ни хрена не работала ну не знаю вот опять пришлось карбюратор разбирать на машину просто отказывалась заводиться как бы но она запускалась но так работала просто отвратно я бы сказал не то чтобы работала отвратно а как бы даже нельзя назвать работать потому что я даже не смог ее удержать чтобы она были ключей то нет сейчас я не даже не мог удержать чтобы она работала так пока щитка приборов нету но ничего страшного сегодня буду вечером с ним разбираться дома в общем она даже на подсосе не хотела вообще заводиться то есть как будто бы бензина не было она крутила крутила вот а с этим самым без подсоса на педальки она заводилась но очень плохо ладно пробуем так так плохо заводится опять сейчас разберемся так запустилась глохнет что-то блин с ней не так все равно ура она опять работает все окей сейчас будем в гараж заезжать потому что это какая то дичь творится ну вот она работает идеально работает блин и тут же иногда перестает это делать что-то блин происходит единственное что каждый раз лазить трамблер я не знаю прямо после этого каждый раз помогает я не могу понять конечно не без этого да все нормально Не знаю, пускай работает В тот раз я ее завел, она у меня даже до половины гаража не доехала